Транзистор – это маленькая фитюлечка, без которой современный мир представить уже невозможно. О нем рассказано все. Почти все. Приветствую вас, друзья. Современный мир невозможно представить без транзисторов. Вы можете о них ничего не знать, но они повсюду. Если вы вытянете руку, то обязательно нащупаете нечто, что содержит транзисторы. Вы сейчас смотрите этот фильм только потому, что ваш телевизор, монитор и все остальные ящики сделаны на транзисторах. В вашем компьютере их может быть больше миллиарда. Они всегда востребованы. Из них можно сделать все, что угодно – усилители, ключи, генераторы, логические элементы и все остальное, на что только способна человеческая фантазия. И, естественно, фантазия радиолюбителей. В стародавние времена, когда на свете не было ни микросхем, ни транзисторов, люди с успехом пользовались лампами, выражаясь по-научному электровакуумными многоэлектродными приборами. И все было бы вроде хорошо, но, видимо, не очень. Чего-то все же не хватало. Нам же всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. Конечно же, в истории создания транзистора романтики было… нет, романтики совсем не было. От нового усилительного элемента нужны были такие параметры, пределов которых достигли радиолампы. Но как же люди догадались, что усиливать сигнал можно твердотельным элементом без накала, вакуума и стеклянных колб? Сегодня мы все знаем, что основа транзистора – это ПН-переход в полупроводниковом кристалле. Мы даже изучаем его в средней школе, но как же до него додумались? Что послужило причиной возникновения мыслей об усилении сигнала и выпрямлении тока с помощью кристалликов и прочих порошочков? Любопытство – это немаловажный фактор, но в конце XIX века изобрели радио. Это было что-то. Тут, как говорится, ученые всполошились – вот где можно разгуляться неуемной мысли. На неоднородность проводимости кристаллов различных столей и обратили внимание довольно давно. Например, Фарадей более чем за 50 лет до появления первого кристаллического детектора экспериментировал с проводимостью сульфида серебра. Об этом, наверное, вы все забыли, если бы не имя Фарадей. Более или менее рабочий детектор на переходе в металл-полупроводник получил немецкий физик Карл Ферзенант Браун. Да, тот самый Браун, который несколько раньше, в 1895 году создал первый кинескоп, из-за которого Брауна помнят все радиоинженеры. Все же рабочей моделью кристаллического детектора на основе контакта металл-полупроводник мы обязаны Гринлифф и Уиттеру Пикарду. Произошло это в 1906 году. Этот детектор представлял из себя своеобразный прототип диода Шотки. Да что там прототип, по сути, это был именно он. В этой кристаллической предтранзисторной эпопее, конечно же, нельзя пройти мимо работ советского инженера Олега Лосева. С 1920 года он работал в знаменитой на весь СССР Нижегородской радиолаборатории, куда он попал с большими приключениями. Но знаменитый крестодин он сделал в своей домашней лаборатории, как обычный радиолюбитель. Кристодин Лосева представлял из себя детектор с отрицательным дифференциальным сопротивлением на основе кристаллов цинкита. Это оксид цинка. Позже, когда в 1928 году Нижегородскую радиолабораторию расформировали и передали в центральную радиолабораторию в Ленинграде, Лосев стал подробно изучать полупроводниковые кристаллы. Часть своих исследований он делал также и в физико-техническом институте с разрешением самого Иоффе. Самое интересное, что Лосев был в шаге от изобретения транзистора. Он просто выбрал не тот материал – карбид кремния. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. К сожалению, Олег Лосев не пережил блокаду Ленинграда. С появлением электровакуумных диодов о кристаллах слегка подзабыли, но ненадолго. Во второй половине тридцатых годов с появлением первых сверхвысокочастотных радиолокаторов лампы не справлялись с частотами выше 400 МГц, а твердотельные детекторы работали на частотах гораздо выше, и инженеры засучили рукава. Тут и начались серьезные поиски и исследования в области физики полупроводников. Но откатимся на несколько лет назад, примерно в 1925-30-е годы, когда появились диод на основе оксида меди и позже селеновый выпрямитель. Селеновый выпрямитель, кстати, выпускают и по сей день. Они просты как три копейки и надежные. У инженеров того времени появилась естественная мысль – внедрить такой диод в какую-нибудь управляющую электрод наподобие сетки вакуумного триода. И, конечно же, такие попытки были. Например, немецкий ученый Роберт Вихард Поль в 1938 году пытался внедрить сетку в кристалл бромидокалия, но ничего не получилось. Однако австро-венгерский ученый Юлиус Эдгар Лильенфельд в 1926 году получил патент на не что иное, как полевой транзистор. К сожалению, его идея так и осталась только на бумаге. Технологии того времени не позволяли создать прототип. А первый полевой транзистор по схеме патента Лильенфельда был создан только в 1960 году. В 1936 году в исследовательском центре Belt Telephone Laboratories к группе, работавшей с полупроводниковыми материалами, подключается Уильям Брэдфорд Шокли – талантливейший физик-теоретик. По утверждению его биографа Джоэла Шаркина, характер у Шокли с самого детства был мерзопакостным. К этому времени над темой полупроводников уже работал Уолтер Хаузер Браттен. Несколько позже Шокли перевели на другие работы, а группа вместе с Браттеном продолжала работы по изучению и поиску новых материалов для детекторов сверхвысокочастотных колебаний. И вот настал ключевой момент. Инженеры Bell Labs, Рассер Шумакер Оул и Джек Хол Скафф экспериментировали с очисткой кремния для кристаллических детекторов. И произошла интересная штука. Оказалось, что получаемые диоды вели себя непредсказуемо. Одни проводили ток от металла к кристаллу, другие – наоборот. А когда обнаружился экземпляр, который вел себя вообще странно, провозил ток то в одну сторону, то в другую, все были ошарашены и вообще ничего не понимали. Чуть позже оказалось, что кристалл реагирует на свет и температуру. А когда Оул показал свои результаты Браттону, то тот догадался, что фотоэффект возникает в энергетическом барьере. Чуть позже Скафф и Оул обнаружили эту границу между слоями кремния. Именно они дали этим слоям кремния названия P-тип и N-тип слов – positive и negative – положительный и отрицательный. Барьерная зона была названа P-н-переходом. Еще позже стало ясно, что тип проводимости определяется вовсе не степенью частоты кремния, а совсем наоборот – наличием в нем примесей. Уже экспериментальным путем выяснили, какие именно примеси влияют на тип проводимости. Для P-типа в образцах кремния обнаружили примеси бора и алюминия, а для N-типа – фосфора. Несколько лет эта находка была засекречена, а в 1940 году Оул и Скафф получили на нее патент. Рассекретили все эти данные у П-н-переходе только в 1946 году. В Советском Союзе в 1941 году тоже велись работы в этой области. Вадим Евгеньевич Лошкарев экспериментировал с П-н-переходом на основе оксида меди и в результате опубликовал на эту тему две монографии. Сегодня кое-кто пытается представить историю так, что именно Лошкарев изобрел транзистор, но, несмотря на вклад этого ученого в мировую копилку знаний, пользуясь подобной логикой, можно смело утверждать, что транзистор изобрели Адам и Ева. Мы уже видим, какое количество великих умов причастно к появлению транзистора. А тех, что остались в тени, вообще не счесть. И вообще амбиции до добра не доводят. А к ним мы еще вернемся в нашей американской транзисторной истории. В общем, работы по твердотельному триоду велись в Bell Labs Уолтером Браттеном под руководством Шокли. Группа сосредоточилась на двух полупроводниках – Кремнии и Германии. Сначала был взят курс по проторенной дороге на создание полевого триода. Но с полевиками ничего не получалось, теория не подтверждалась практикой, и работа зашла в тупик. Но когда в октябре 1945 года к группе присоединился блестящий теоретик Джон Бардин, работы сдвинулись с мертвой точки. А 19 марта 1946 года Бардину удалось объяснить неудачи группы. Шокли, поняв, что не он заметил ошибку, а какой-то выскочка Бардин, обиделся на весь белый свет и устранился от работы. И вот, наконец, 16 декабря 1947 года Уолтер Браттен собрал первый работоспособный точечный транзистор. Вообще-то слово транзистор появилось уже позже, в 1948 году, после специального конкурса на лучшее название нового устройства. А вот уже через несколько дней, 23 декабря 1947 года, Браттен продемонстрировал руководству Белл Лэбс транзисторный усилитель. Шокли тоже присутствовал на презентации. Увидев такой прорыв, он понял, что упустил свой час. Слава достается его подчиненным. Тогда Шокли втайне от Бардина и Браттена дома придумал гипотетический плоскостной транзистор. И на одном из научных семинаров с очередной демонстрацией точечного транзистора из-за опасений, что к такому же результату придут его якобы противники, выложил карты на стол. Все были возмущены таким сепаратизмом, но и одновременно восхищены красотой теорией. Шокли видел, что точечный транзистор Браттена был нестабильным и ненадежным. И действительно, впоследствии казалось, что плоскостной транзистор – это будущее. Однако теория теорией, но на практике начались шекспировские перипетии. Из-за своего скверного характера Шокли переругался со всеми подряд. Он вообще хотел присвоить себе всю славу и права на изобретение транзистора. Однако это довольно темная история, в которой не все ясно. Достоверно известно, что юридически личные права на изобретение транзистора принадлежат Браттену и Бордину. Но администрация Белл Лэбс, видимо шантажируемая Шокли судебными процессами, повелела, что для общественности и прессы автором транзистора также является и Уильям Брэдфорд Шокли. На знаменитой рекламной фотографии и всех кинолентах Шокли красуется вместе с Бордином и Браттеном. Но к тому времени он уже был с ними на ножах. Так сложился миф, что авторами изобретения транзистора являются все трое. А на самом деле… Да. С другой стороны, вклад Шокли в теорию полупроводников нельзя переуменьшать. Мы до сих пор пользуемся ею, но дальнейшая судьба Шокли была, мягко выражаясь, гнусной. Лучше бы она закончилась на этой более или менее красивой ноте. В 1956 году за создание транзисторов все трое – Уолтер Браттен, Джон Бордин и Уильям Шокли – были удостоены Нобелевской премии по физике. С тех пор прошло не так уж много времени. А транзистор… вот он. Само совершенство. Транзистор… Блин… Упал… Транзистор… Транзистор… Транзистор…